Вот как на самом деле выглядит статус стратегического партнера США. Благодаря особым отношениям с Америкой, Израиль, не будучи страной-членом НАТО, получил военную помощь от союзника сразу же после вторжения на свою территорию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за необходимости вести ответный огонь, запрос пришел на умные бомбы типа GDAM. Правительство Соединенных Штатов будет быстро предоставлять армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы. Первая помощь в области безопасности начнет перемещаться сегодня и прибудет в ближайшие дни. При этом простыми поставками вооружений США не ограничились. К берегам Израиля Америка направила целую авианосную группу, среди которых непосредственно авианосец военно-морских сил и крейсер управляемых ракет. При этом армада идет под прикрытием сразу пяти эсминцев. Также США усилили эскадрильи истребителей дополнительными бортами F-35, F-15 и F-16. Авианосная группа, которая способна осуществлять авиаподдержку в моменте широкомасштабного вторжения на территорию государства Израиля, Плюс, соответственно, возможности пуска крылатых ракет «Тамагавк» по объектам военной инфраструктуры на территории стран, потенциально рассматриваемых как объекты угроз. Плюс, соответственно, возможность высотки десантных подразделений морской пехоты Соединенных Штатов. Таким образом, США решают сразу несколько задач, утверждают эксперты. Во-первых, вся эта боевая мощь, несомненно, служит фактором сдерживания для всех желающих поддержать действия Хамас. Соединенные Штаты расценят как потенциальную возможность сценарий непосредственного участия в широкомасштабной войне против Израиля. Ряда государств, в первую очередь, это Сирия, соответственно, Иран и, возможно, страны-соседи. Во-вторых, в случае дальнейшего обострения корабли могут решать и гуманитарные задачи. Соединенные Штаты, в моменте переброски авиационного соединения, решают для себя вопрос эвакуации граждан Соединенных Штатов. И, соответственно, стран Евросоюза, сын Израиля. В России же не без помощи, которой этот террор стал возможным, вопрос помощи союзников Израилю по привычке решили перекрутить в свою пользу. Хватит помогать Украине, займитесь другими. И теперь помощи украинцам не видать. Все отправится в Израиль. Два главных нарратива рос пропаганды в последние дни. Но так ли все обстоит на самом деле? Это отдельные пакеты военно-технической помощи, которые закладываются, соответственно, в американский бюджет. И, соответственно, рассчитываются специалистами Пентагона. Аналитики всего мира в один голос ответили, что израильская война на военной помощи Украине не скажется. Не стоит забывать, что Израиль, как стратегический партнер США, получал и будет получать поддержку, независимо от других мировых конфликтов. Речь идет о десятилетнем характере планирования военно-технической помощи. То есть контракт заключается на 10 лет, вне зависимости от смены администрации. Все дополнительные пакеты помощи утверждаются отдельно и имеют свой бюджет. А, следовательно, жертвовать поставками в Украину не придется. Понимая, что их ИПСО рушится на глазах, россияне придумали новый ход и теперь решили попросту дискредитировать украинцев в глазах союзников. Министерство обороны Украины информирует о том, что российское ГРУ уже передало террористам Хамас, захваченное во время боевых действий в Украине, трофейное оружие, произведенное в США и странах ЕС. Следующим по плану россиян шагом должно стать фейковое обвинение украинских военных. В якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. Однако заявления наблюдателей США о том, что за переданным вооружением ведется наблюдение и никаких фактов передачи или продажи украинцами помощи зафиксировано не было, очевидно, разрушат и это вранье РФ. Как бы больно и обидно не было бы кремлевским интригантам, но перепробовав все свои гнусные методы, за поребриком все же придется признать. От помощи Украине никто не отказался и делать этого не будет. Редактор субтитров А.Семкин